...вынешнюю деятельность с какими-то молниеносными, не катастрофическими, а молниеносными или с нашибательными переменами, которые могут вдруг в стране произойти. Все-таки, как мне кажется, ничего более катастрофического с нами уже не произойдет. Это все может только ухудшаться, улучшаться в какой-то степени. Если мы говорим о серьезных фундаментальных переменах, а мы их хотим и они нам интересны, то наша деятельность должна иметь высокий горизонт планирования. Это именно то, что, согласно всем социологическим вопросам, Украина очень отстает в этом моменте. Что наши люди имеют очень короткий горизонт планирования. Что максимум все планируется на месяц, на два. И даже те, кто у нас у власти, они, собственно говоря, решают все всегда в пожарном порядке. Мы это видели и сейчас, при этом правительские предыдущие, и так далее. И нет никакого понимания того, куда мы идем, какими мы будем в 2015-м, даже в году. Какие перемены произойдут, какой мы хотим видеть Украину, что эта страна будет давать гражданину своему. Что Украина дает сейчас своим гражданам, что она будет давать в будущем, что мы хотим. И, к сожалению, этой дискуссии вообще в стране нет по-прежнему. Есть дискуссии о том, кто хороший, кто плохой, кто что когда украл. И, хотя эта дискуссия продолжается, кто что украл, все равно никто не сел. Кроме тех людей, которые сели по политическим мотивам. И наша деятельность, это поиск какого-то нового политического контекста. Мы уверены, что это Украине необходимо. То есть необходимо выйти за пределы обычных для нас дискуссий о том, куда мы идем на восток или на запад. О том, на каком языке мы должны говорить. Должны ли мы кого-то заставлять говорить или не говорить. Должны ли мы разделяться или объединяться. То есть есть гораздо более серьезные проблемы, которые действительно мешают жить. И они системные. Это системные проблемы. В частности, может быть, это прозвучит как-то низко необычно. Как вы знаете, в Киеве есть очень много различных протестных движений, которые борются, например, за сохранение киевской архитектуры. И мы всецело поддерживаем там морально, и бываем там, и сопереживаем тому, что происходит. И очень не хочется, чтобы памятники и архитектуры превращались в стекло-бетонные какие-то постройки. Но беспокоит следующий вопрос. Пока 25 активистов, а их никогда не больше со всего Киева, охраняют от каких-то неведомых силы зла 2-3 объекта, за это время другие силы зла, которые вообще никому неведомы, украдут еще 150. И действительно никто из нас, даже близко от них стоит, чтобы заняться системными изменениями и хотя бы создать группы влияния, которые могут по разным аспектам менять ситуацию. Идеи у нас есть разные. Начиная от создания множества вот таких вот интеллектуальных клубов, если хотите, сообществ по всей территории Украины, которые могли бы влиять на ситуацию, опираясь на определенные ценности. И для меня эта позиция звучит... Это принято сейчас говорить, европейские ценности, на верховенство права, капиталистские критерии. Ну понятно, что для нас, как для людей, которые не интересуются, эти слова что-то значат. Но в целом об этом мало что известно широкому загалу, так сказать. И если говорить... То есть мы можем понять хотя бы для себя, что у нас эти ценности есть, что мы хотим, чтобы страна была справедливой, чтобы она была удобной для своих граждан, чтобы она давала своим гражданам ощущение защищенности, как один из важных аспектов. Следующий аспект – это стратегия, как это вообще преподносить. Поэтому поводу нет у нас никаких... Идеи есть, никакого согласия, как в стране, так и между нами, так и у нас. Это все вещи, которые мы должны в будущем выкристаллизовать и понимать, как мы к этому собираемся двигаться. Если мы вообще собираемся. Ведение, допустим, может звучать так, что Украина может стать страной, которая не просто принимает европейские ценности, от них там никуда не деться в любом случае. Даже если в мире произойдут какие-то катаклизмы, даже, например, если этого примерно 1% вероятности, что перестанет существовать Европейский Союз, и все эти его гуманитарные начинания провалятся навсегда, все равно нам от них никуда не деться, и Украина все равно будет страной, которая стремится к утверждению этих критериев у себя на территории. Кроме того, может являться страной, которая транслирует эти ценности в некой удобной форме на Восток. То есть страны России, страны Средней Азии, и может стать новым геополитическим центром, новым геополитическим игроком, игроком мягкой даже не силы, а мягким игроком, который предлагает легко, непринужденно исправлять общественные отношения, так, чтобы страны, которые находятся на Востоке Украины, были более мягкими и более добрыми по отношению к своим гражданам. Это, возможно, похоже на какое-то видение будущей миссии страны. Можно поговорить об этом, по примеру. Можно поговорить о более частных аспектах. И еще короткий экскурс в том, что такое мы европейцы. Около года назад собралась некая инициативная группа, которая была взволнована событиями, собственно говоря, тогда они были очень яркими, но вполне оказалось, что Украина меняет катастрофу, что вот Янукович не договорился с европейцами, посадил Юлю, и у нас, помнишь, наши перспективы европейские тают, как мороженое, в жаркую погоду. И это всех всколыхнуло. И там даже собралась демонстрация человек-300 по нашему зову. И тут на наши акции ходили народные депутаты, по зову сердца даже. Не понятно, мне же там счета. Ни те, ни те. У тех, у кого нет. Причем собралось 300 человек где-то дня буквально за два совершенно. Я присоединилась в Фейсбуке к первой жизни. Да, спонтанно собралась группа в Фейсбуке, которая насчитывает более двух с половиной тысяч людей, активных, неактивных, вы знаете, это там посчитать невозможно, кто пользуется этой социальной сетью. И вот потом выкрескользовалась некая группа людей, которые постоянно принимали участие во всех акциях, активисты. Сейчас порядка 20 человек. И есть очень много людей, которые в пересекающихся кругах, которые являются экспертами различными по европейским аспектам существования Украины, но которые в силу своей занятости не принимают участие в социальном и политическом активизме, но тем не менее они с нами. И мы еще регистрируем сейчас ГО под названием «Мы европейцы». Это очень... Громадянский рух «Мы европейцы». Громадянский рух «Мы европейцы», который является, ну поскольку это будет киевская организация, которая с первого дня, наверное, сможет действовать по всей Украине. Процесс этот мучительный, потому что надо заставлять все время переписывать устав. А зачем регистрируете? Вам счет нужен? Ну, возникла идея зарегистрировать. Я считаю, раз она возникла, то давайте регистрируем. Но оказывается, что это не так просто, а все это находится в процессе уже третий месяц. А какие третий, Женя? Четвертый. Шесть. Ну, окей. Я как специалист не рекомендую это делать, но это другая тема. То есть я даже на регистрируемся даже на адрес квартиры, где я живу, я готов. Ну, пусть будет, короче говоря, посмотрим. Вот, в принципе, у меня все. Я не знаю, это может Сергей, хочешь, что-то сказать. Давай, Сережа Котейского скажет. На самом деле хочется просто беседовать. Нас больше интересует, что думают люди здесь, и как что вообще здесь происходит. Давайте-таки... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА